криво всем друзья сегодня я опять на реке давно не был сегодня 14 ноября конец осени у нас наконец-то похолодало утром всем утра доходит до минус 3 днем поднимается до плюс 10 12 в 9 утра выезжал на водоем было ноль сейчас примерно плюс 34 что творится на воде понятия не имею за последние две недели не видел ни одного отчета с водоема как будто тишина то ли рыбы нет то ли рыба есть то ли ловят не знаю приехал проверить как раз с вами плюс сегодня будет новиночка с которой я попробую поработать так что друзья оставайтесь со мной до конца смотрите надеюсь вам понравится поехали друзья вода холодная похолодало довольно сильно по утрам до минус трех лужи подмерзают днем отогревается до плюс 10 но это здесь в районе города краснодара там откуда течет река кубань все попрохладней поэтому соответственно и прикормки нужно делать уже именно для холодной воды на меня вышли ребята написали мне письмо серси предложили прислать мне на пробу их не арома их не и вонючки попросили два с двух рыбалок сделать два фото отчета с рыбалок мне это не интересно мне это скучно и решил пойти дальше попробовать и показать вам действительно работает не работает непосредственно на воде снять чтобы было действительно видно работает вещи или нет на водоеме как я говорил не был за последние две недели не видел ни одного отчета рыбаков много по всему берегу сидят ну сейчас с одним рыбаком общался у него была одна чихонько и две густерки и все поэтому в принципе в таких условиях конечно проверка будет настолько серьезная потому что не поймешь то ли не сработало потому что что-то сделали не тот то ли рыба в пассиве а тем не менее сегодня сделаем прислали мне несколько вот таких бутыльков с разной аромой выбрал я на данный момент красный вектор что-то со специями сильно довольно запах запах мне понравился вся прикормка на основе милас и для правильного приготовления чтобы проверить работает ли я взял черную базу холодная вода нужно черная прикормка и вот я взял именно базу база отличаются от основных прикормах тем что они очень слабо ароматизированный практически там минималка эта база что-то ним небольшими запах не таких печенюшек в принципе и все очень-очень легкий запах еле прочувствуется черного цвета мелкая скраплениями молотой кукурузы еще каких-то зерновых как раз то что сейчас и надо довольно мелкая структура прикормки со всеми аромами на основе миласы нужно работать правильно работать можно двумя вариантами первое это если в планах ловить рыбу которая лет в толще воды плотва чихонь шамая и другие рыбы которым нужно чтобы прикормка сильно сильно пылила тогда мы из бутылька прям в сухую прикормку насыпаем наливаем миласу или арома на основе миласы перемешиваем вообще не добавляем воды прикормка будет казаться очень тяжелая очень липкая но при попадании в воду она будет взрываться сильно пылить если взять за основу допустим серию плотва если все взять плотва спорт которая с большим количеством льна которая зверски просто полить налить мир сухую миласу и вы знаете что рыба будет в толще воды или на дно вы просто получите зверский фонтан зверское пылевое облако в толще воды на дно главное чтобы у вас прикормка дошла на до дна легла и там она взорвалась начало пыли сегодня же я буду пытаться поймать рыбу дна в реке сейчас небольшое течение уровень воды очень низкий ниже чем последний раз я был тут на на месяца полтора назад месяц уровень еще упал и мне нужно чтобы прикормка максимально лежала над нас на дне призывала рыбу именно аромой с этой миласы поэтому для начала нужно чтобы прикормка взяла воду только после этого добавляем аромы на основе миласа или сициэл немножко воды прикормка сейчас если взять ее в руки она такая колючеватая слегка чувствуется сухая колючая и нам нужно нужно добавить воды столько чтобы на ощупь она стала влажной она оставалась рассыпчатая но вы рукой очень хорошо чувствовали влагу это значит что вся прикормка сверху намокла в водой еще капельку воду добавлять буквально по чуть-чуть чтобы не переборщить вот все вся прикормка намокла я могу ее сдавить и вот она даже слегка вроде бы слепилась и раз легко она также в пыль рассыпается то есть она намокла сверху она еще не пропиталась водой когда она пропитается она будет совершенно сухая не будет лепиться это нужно сейчас холодно дать постоять минут 10 когда вы возьмете прикормку она будет теплая и при этом совершенно не будет лепиться значит все прикормка готова чтобы на ней в нее дай был доливать арома на основе миласа или сициэл что друзья вот прикормочка постояла стала слегонца теплая на ощупь и перестала практически лепиться если еще постоит вот я сдавлю она рассыпается тут же и сдавил она не сдавилась все можно смело добавлять нужное количество аром на миласе или на сициэл обязательно нужно перемешивать как правило это основа или месяцел или милас в них добавлены аромы вкусовые добавки витамины и много-много чего что знает сам производитель в любом случае выпадает осадок который надо тщательно перемешивать чтобы прикормки хорошо работают при том чем гуще состав тем тщательнее надо перемешивать ред вектор красный вектор какой-то зверский запах специи чего-то не могу понять мне нравится очень и вливаем на две пачки я волью примерно половина вот этого вот объема что нужно очень тяжелая прикормка готова без добавки ее не добавляем воду никуда именно уже подготовленную прикормку мешай когда визуально вы размешаете так что вся прикормка покроется аромой это будет видно она станет более темная все видно что нам покрыта чем-то густым вот она лепится но быстро рассыпается то есть я ею жал она вроде бы тяжелая но быстро рассыпается и теперь еще по чуть-чуть то есть мы размешали равномерно по всей прикормки на пропитанную прикормку влажно и теперь по чуть-чуть еще добавляем в воду в том количестве что нам нужно что получилось прикормки какой сильный запах идет запах мне очень нравится посмотрим как понравится ли рыбе все на данный момент прикормка сильно лепится сильно ждать разваливается но на если я в таком состоянии сейчас сильно забью забью в прикормку лежать она будет очень очень долго не будет выходить поэтому сейчас она еще пока я отбиваюсь ищу точку ловли прикормка будет набухать дальше впитывать воду кристаллизироваться набирать миласу арома и после этого буду уже перед самым закормом буду смотреть нужно еще влага или нет отлично видно как уносит мелкую муть которая уносится сразу уносит прикормку уносит вместе с ней арома именно вот эта мелкая муть которая на большом-большом расстоянии распространяется с течением и главный кто зовет рыбу не крупная частица вот именно вот эта мелкая муть она должна позвать рыбу арома которая вышла из прикормки точно также ушла позвать рыбу а уже рыба придя на точку увидев вкуснятинку много начинает копошиться в ней выбирать вкусные частички и клювать прикормка готовая сейчас буду делать первый закорм кормушка у меня вот такая 6 клеток 40 грамм я сел на прогоне вот начнем кормить не буду рассказывать я сел на прогоне перед входом в режимную яму вода сильно упала как раз сейчас у меня под ногами русло проходит и вправо как раз там сейчас большая часть рыбаков сидят прижимается берегу и там уже образуется яма с обраткой затяжком со всем как положено я сел на прогоне я предпочитаю это место предпочитаю ловить непосредственно на прогонах не в самих ямах дальность заброса на данный момент у меня 14 оборотов катушки что яма под берегом кидаю под небольшим углом в итоге карму можно ловить и 30 граммовые кормушки но я специально взял 40 грамм чтобы прям ловить внизу свала русло сейчас положу 67 кормушек и будем ловить рыбку прикормка получилось то что надо больше влаги не добавлял так что друзья надеюсь хоть что-то поймаем что вот сижу у всех полная тишина никого ничего не вижу принципе с фидерами с фидером один я все ловит на домке и не вижу поэтому не могу сказать реальные результаты посмотрим друзья надеюсь что поймаем ну что друзья последняя кормушка но начну я с 30 сантиметрового поводка длинный сейчас ставить вообще не вижу смысла дальше уже будем посмотреть крючочек ну пока начну с малого 14 крючок на 0 двенадцатом поводке начну пока с малого отдачи по обстоятельствам вода холодная не знаю что сейчас ей нужен отчетов не видел ничего не знаю клюет не клюет есть не есть поэтому крючок 14 поводок 0 12 дальше будем смотреть по активности рыбе по размере рыбы и что ей нужно как всегда мой друг красный опарыш у нас с ним контракт на первый заброс так что и контракты надо выполнять что-то там дергается ну что первая кормушка и в бой долго ждать не буду особенно первое время где-то в районе минуты потом посмотрим какая активность рыбы будет не будет возможно придется увеличиваться до трех минут но больше трех минут я не вижу смысла ждать хотя течение слабое можно сейчас и 45 минут подождать можно посмотрим по обстоятельствам из наживки у меня сегодня красный опарыш мотыль кукуруза и череп мотыль у нас сейчас днем с огнем не сыщешь приходится брать маленькими коробками купил 4 коробка сыпал в один получилась вот такая коробочка и буквально по чуть-чуть добавлять порционно прикормку чтобы в каждую кормушку попадал от 1 2 3 мотыльника буквально по чуть-чуть какое-то шевеление на точке какие-то по дергунчики были опять шестой заброс и на шестом забросе были первые по дергунчики на точке креветка попробуем поклевка была хорошая хорошая поклевка была друзья очень похоже хорошая но мимо хорошая сильная но мимо пробую удлиниться поклевки есть здесь сейчас была хорошая а так обычно одиночный дюб тишина дюб тишина попробую сейчас удлинить поводок посмотрим на реакцию рыбы удлиняюсь до 60 30 вставкой 30 поводок что нам это даст то что какие-то поклевки есть это радует других я ни у кого ничего вообще не вижу посмотрим на дальнейший результат у меня в точке шли зацепы оборвал 4 поводка сместился левее на метр пока вроде зацепов два заброса и поклевки и зацепов не было посмотрим дальше сейчас забросил чистую без аромы не пшикал ничего поклевка поклевка на счет 36 была поклевка есть рыбка друзья есть что-то там садил кто там что наша маечка шамайка друзья шамайка друзья есть рыбка подходит все мы делаем правильно такая красавица так еще раз кидаем чистую без добавления аромы должна рыбка собраться должна вот эта поклевочка была хорошая мимо так шипнем креветкой креветочка люблю этот запах в инструкции подождать 15 секунд и забрасывать ничего себе на 14 секунды садил а кто там все майка вот так друзья креветка по ходу сработала сейчас будем повторять вот такая красотка рыбка поклевывала я стал пытаться дольше ждать поклевки практически прекратили сейчас пытаюсь опять чуть-чуть потемповать посмотрим даст это результат или нет на третьем забросе произошла поклевка на 40 секунде жду по минуте смотрим дальше результат работает темп или нет темп работает работаем в темпе а 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 рыбка 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 ребятки хорошая мощная поклевка бабах на опарыша с креветочкой гусь шаманчика опять шамайка друзья видите какая красавица какая она сильная эта рыба если бы она вырастала килограмм до двух это наверное самый мой сильный боец был бы у нас ну что друзья пора закругляться могу сделать выводы поймал практически только я сегодня плевало сегодня исключительно только шамая конечно если бы я знал что будет шамая я бы взял совершенно другую прикормку и совершенно другую арому не рассчитывал на эту рыбу и да и не планировал ее ловить совершенно все таки в планах был рыбец подлещик густера не было ни одной поклевки этих рыб все что плевало это шамайка поймал больше десятка штук рыба краснокнижная голова стоит очень дорого поэтому вся пойманная рыба отпускалась сразу так что друзья половил принципе р.с. мне понравился работает сегодня паша мои сработали две аромы сегодня чуть-чуть улучшали скажем так улучшали агрессивность поклевки больше с ними вот и мимо с ними вероятность засечки рыбы была выше рыба брала ее более жадно более агрессивно в основном поклевки были очень нежные такие дюб через время дюб через время дюб раз засеклась поймал результативность при этом была очень очень низкая пришлось поиграть по подбирать крючки но тем не менее десяток шамаев уговорил были исходы огромное количество пустых поклевок но рыбу поймал удовольствие получил на воде побыл до новых встреч друзья